За окном темно, а на татаме кипит работа. Уссурийские дзюдоисты усиленно тренируются. Все потому, что сразу несколько воспитанников федерации хорошо выступили на краевом уровне и теперь готовятся к следующему этапу. Семь медалей первенства Приморья привезли воспитанники Владимира Оленича. В копилке федерации три бронзы, одно серебро и три золота. Награду высшего достоинства заработала София Тростиная. Девушка – опытный борец. Уже выступала на соревнованиях регионального и всероссийского уровня. Так что краевой турнир дался легко. Я выступила, отборолась две встречи. Выиграла эти встречи Японии досрочной победой. Первая встреча была сложноватая, но вторая – легкая. Легко мне удалось выиграть соперницу из Владивостока, потому что я прошла летом учебно-тренировочные сборы, и они мне помогли достичь результата. Артур Кулавский, наоборот, выступил хуже, чем планировал. Парню пришлось давать отпор сопернику, который старше. И этот факт выбил спортсмена из колеи. В итоге – третье место соревнований. Я больше переволновался, и это очень сильно сыграло на моей борьбе. Я мог его выиграть, но мы с ними не собрался. Шанс выступить лучше у дзюдоиста будет совсем скоро. Краевое первенство – это отбор на турнир регионального уровня. Шестеро уссурийцев, в том числе Артур, прошли в сборную и теперь готовятся к соревнованиям. Ребята выступили успешно, показали красивую борьбу. Особенно Еремена Дениса хочется отпенить. Он все сватки выиграл досрочно. Красиво, грамотно. После прошедших соревнований мы посмотрели на борьбу ребят, сделали выводы и сейчас работаем над ошибками, над теми, которые были. Первенство Дальневосточного федерального округа начнется в Якутии уже 3 октября, поэтому сейчас дзюдоисты тренируются в усиленном режиме почти каждый день. А вместе с татами делят и менее опытные спортсмены. Кстати, набор на занятия дзюдо продолжается. Детей от 4 лет ждут по адресам Блюхера 15А и вокзальная Дамба 20.